Всем привет, мои дорогие! Сегодня у нас новая мотивация. Времени на кухне провожу очень много. Сегодня готовлю различные варианты блюд. Посмотрела в холодильнике, оказывается, уже, наверное, около дней 3-4 у меня лежит цветная капуста, которую я привезла от свекрови. И, в общем-то, нужно ее приготовить. Часть капусты, которую я привозила, я заморозила. А вот этот вариант я оставила для приготовления блюд. Ну и как-то, знаете, закрутилась и, в общем-то, забыла. Поэтому, думаю, что пришло время, решила сделать цветную капусту в кляре. Вообще не все домочадцы у меня, в принципе, любят цветную капусту. Но вот этот вариант очень даже неплох. То есть она получается такой румяной, даже немножечко хрустящей снаружи, но это в начале приготовления, и мягкой внутри. И при этом блюдо очень сытное. Также у меня еще есть кабачки. Кабачки это с моего дачного участка. Вот как раз-таки сейчас у меня там молодые кабачки изреют. Ну, я просто их поздно сажала, поэтому вот кабачки пока есть. Я знаю, что у многих уже закончились. Кабачки решила также приготовить просто на сковороде, а затем уже сделать для них заливочку. На самом деле, очень такой простой рецепт, быстрый, ну, можно даже сказать моментальный. Обязательно выпущу видеоролик, скорее всего, на канале «Готовим дома». Ну, без мясных блюд, конечно, очень сложно, потому что муж и дочка очень любят мясо. Решила также еще пожарить картофель, как раз-таки вместе с мясом. В качестве мяса у меня сегодня свиное легкое. Очень вкусный продукт. Вначале я легкое отварила, а затем уже вместе с картошечкой обжарила на сковороде с добавлением растительного и сливочного масла. Также еще добавила различные специи. Но, в общем-то, очень даже неплохо получилось. Кстати, мои дорогие, сегодня 1 сентября, и мне, конечно же, хочется поздравить вас с Днем Знаний. Всех, кто проводил своих детишек в школе, я также поздравляю, дорогие родители. Желаю вам терпения, детям вашим успеха в учебе. Все обязательно будет хорошо. Не волнуйтесь, новый учебный год. Это, конечно же, непросто, но мы все привыкнем. У меня тоже дочка пошла в школу, уже 10 класс. И, конечно же, свою красавицу, свою умницу я поздравляю. Очень люблю и буду всегда поддерживать. Ну и вернемся, конечно же, к мотивации. Также сегодня я решила еще приготовить компот. Вот знаете, в последнее время я уже рассказывала вам, очень часто готовлю ягодные компоты. Ягоды заморозила летом. И вы все тоже знаете, что заморозку делаю всегда часто и много. Про запас. У меня в семье почему-то не любят консервированные напитки, консервированные компоты. Обычно много раньше закрывала. Вот прям за лето, я не знаю, несколько приемов, несколько партий опускала в подвал. И так получается, что достаешь банку, она стоит. А компоты закрывала в больших трехлитровых банках. Банка стоит, никто не пьет. Немного, да, вот отопьют и все как бы. А потом пришла вот к такому решению готовить компоты свежие. То есть сразу из свежих ягод и фруктов. Я делаю обычно, кстати, различные миксы. И домочаться, ну, просто с огромным удовольствием. Вот без какого-либо преувеличения всегда пьют компот. То есть я готовлю, переливаю в кувшин и храню в холодильнике. Ну, хранить особо долго не приходится. На самом деле на следующий день уже компота практически нет. И я готовлю, как правило, новый. Чему я очень даже рада, что домочаться пьют компот. Это полезно, потому что ягодки свежие. И я сахара не очень много добавляю. Он даже, знаете, вот как морс получается практически с такой легкой кислинкой. Дочка еще всегда просит меня добавить либо клюкву, либо дольку лимона. Я ей, конечно же, добавляю. Вообще, когда много готовишь, то во время процесса присутствует много посуды, которую нужно мыть. У меня нет посудомоечной машины, кухня маленькая. Я уже говорила, что, ну, просто некуда ее здесь ставить. Поэтому нет этой хорошей машины. Приходится мыть все вручную. Ну, и также я стараюсь еще, знаете, максимально поддерживать порядок на кухне во время готовки. То есть я готовлю и смотрю, где-то брызги какие-то, где-то капли. Я стараюсь это сразу все убирать. То есть, ну, контролировать, скажем так, чтобы кухня была в порядке. Потому что, если этого не делать, то потом, после приготовления блюд, ты смотришь и понимаешь, что сколько впереди работы, чтобы кухня была чистой. Нужно просто, я не знаю, колоссальное время, наверное, потратить, чтобы ее отмыть. Обычно такую генеральную уборку я делаю, ну, раза, наверное, да не раза даже, а где-то один раз, наверное, в месяц. И стараюсь периодически на протяжении этого месяца поддерживать чистоту. То есть бывает так, что где-то один шкафчик разберу, где-то другое, где-то вымою сверху панели, где-то внутри какого-нибудь шкафа, либо же в холодильник помою. Ну, то есть как бы вот так, поочередно, поэтапно. Потому что сразу это все-таки очень сложно. Ну, и сегодня тоже не исключение. В процессе готовки, наверное, пару раз, да, пару раз мыло плиту, потому что были потеки, были какие-то капли, и даже что-то там проливалось. Ну, то есть такое бывает, это как бы нормально, когда ты готовишь, и что-то где-то убегает. Это такой процесс, когда много еды, много всего, и ты понимаешь, что так или иначе ты где-то что-то заляпаешь, приходится потом мыть. Кстати, здесь решила еще приготовить крабовый салат. Дочка очень любит крабовый салат с помидором, с яйцами отварными, такой быстрый вариант. В общем-то все, мои дорогие, вот такая у нас сегодня мотивация, вот такая у меня сегодня рутина, много всего приготовила. Более-менее поддержала чистоту на кухне, глобальной какой-то уборки не было. Всем пока-пока, мои дорогие, хорошего настроения!